тема сегодняшней нашей встречи это обзор новых возможностей 16 сервера ну и сразу хочу заметить что пока информация о том когда он окончательно выйдет нету данных таких точных нету будем надеяться что в ближайшее время вот на чем мы сегодня с вами заострим внимание о чем поговорим первое на что хочу обратить внимание это на изменение политики лицензирования нового сервера вот появление нано-сервера мы поговорим о том что это такое какие ну по крайней мере ключевые вещи в кластеризации появились новые возможности в хайперви там достаточно много интересного появилось некоторые небольшие моменты посвященные в работе с сетями ну и консоли ну с консолями там все достаточно просто но в конце как раз пару слов об этом тоже скажем посмотрим первое на что хочу обратить внимание вот именно в вопросе лицензирования если немножко окунуться в историю то с появлением 12 сервера политика лицензирования серверных продуктов у microsoft и поменялась произошла процедура упрощения скажем так того вот спектра редакции который был еще 2008 у нас остались две редакции это стандартный и дата-центр при этом разницы между ними с точки зрения функционала нет никакой а лишь в вопросах лицензирования виртуальных машин те кто был на курсах это все мы обсуждали неоднократно и говорили об этом вот есть основная позиция microsoft была следующая упростить для всех кто приобретает ну и те кто продает вопросы лицензирования сделать прозрачным понятный вообще вопрос приобретения продукта вот лицензировался сервер по процессорам все было просто все было понятно с появлением соответственно нового сервера ну а точнее даже не сервера наверное а с появлением у ведущих производителей процессоров процессор с большим количеством ядер наверное все таки до канала microsoft и они решили перейти отказаться от политики лицензирования на процессор то есть физическое ядро и перейти к политике лицензирование по ядра для кого-то эта новость может быть не очень приятная для кого-то она будет может быть более удобной потому что возможно вы сможете как-то сэкономить на этом хотя я сомневаюсь что microsoft это позволит сделать но тем не менее как изменила ситуация что у нас есть во первых как я уже сказал лицензирование по ядрам идет при этом одна лицензия минимум подразумевается ответственно у вас покупку на каждый процессор минимум 8 ядер то есть меньше просто нельзя минимум 16 ядер на один сервер то есть если у вас есть небольшая табличка есть если у вас указанное количество превышает то есть допустим у вас там 10 ядерные процессоры 12 ядерные то вам придется докупать лишние лицензии то есть ситуация но если обобщать не вдаваться в цифры кому будет интересно можно в интернете там посмотреть если мы говорим о классическом сервера наиболее массовом наиболее простом это 2 ядер процессорный сервер с ну там 468 ядер причем под ядрами понимается не логические ядра с гипертрейдингом под ядрами понимается именно вычислительное ядро то есть то что к сегодня указывается там 486 и так далее потому что логических то побольше конечно два раза за счет гипертрейдинга пока слава богу речь идет исключительно о ядрах возможно и до гипертрейдинга доберутся не знаю так вот если мы говорим о массовом сервере то здесь ситуация в принципе по большому счету не меняется если вы раньше покупали на два процессора лицензии 12 сервера ты мы сейчас купите такую же лицензию потратить те же самые деньги на покупку лицензии на 16 сервер вот закрывать она будет 16 ядер у вас вот ну если конечно будет процессора больше то скорее всего вам придется покупать дополнительные лицензии то есть те кто приобретает либо процессор с большим количеством ядер либо соответственно у вас будет самих процессоров много вам дополнительно придется покупать лицензии цифры которые я нашел в интернете тут опять же за достоверность ну к microsoft могу отослать потому что вот этот вот кусочек картиночка взята с сайтом microsoft каким образом это все будет выглядеть по ценам значит что касается цены здесь она указана вы видите ее стандартная ну и небольшой опять же момент связаны с лицензированием я упомянул начале о том что microsoft пришел в 12 сервере к тому что функционал не отличается в продуктах у стандартного сервера дата-центра в 16 сервере опять появились отличия вот и мы можем по табличке по это увидеть что новый функционал работы системы хранения space direct storage реплика вот и так далее к сожалению в обычной редакции стандартной редакции у нас отсутствует новый функционал работы сетями ну и так далее ну в принципе что и я думаю следовало ожидать появление нового функционала конечно нужно каким-то образом это все монетизировать каким-то образом это все получить доход ну и вот собственно мы пришли к тому от чего ушли цена ну для того кто покупал приобретал и знает сколько стоит дата-центр 12 сервера может тоже найти отличие здесь на цена несколько выше вот при этом также никуда не делся и осталось без изменений политика приобретения колонских лицензий ну и у microsoft появилось четкое позиционирование продукта дата-центр у них четко позиционируется для виртуализации высоконагруженных систем вот стандартная редакция для обычной эксплуатации ну либо виртуализации в легких таких вот вариантах без особых изысков ну за счет того что как раз нету нововведений интересных связанных с storage реплика работа системы хранения и так далее что касается на виртуализации и лицензирования виртуальных машин то здесь ситуация не поменялась как и в предыдущем варианте в 12 сервере тоже два варианта две машины вы можете запустить в дата-центре не без ограничений без лимита ну в целом вот ситуация такая потом посмотрим куда она выйдет но по крайней мере тоже объявлено официально что будет но возможно там будущем какие-то изменения появятся но пока есть что есть следующее о чем мы поговорим это наносервер наносервер это нововведение ну на самом деле если рассматривать как это все было к чему все это шло на самом деле это просто ну очередной закономерный шаг если вспомнить историю то microsoft сначала была операционная система с графической оболочкой потом в 2008 сервере у нас появилось то что мы знаем как server core без графической оболочки в 12 сервере они еще усилили это и 12 сервер у нас с вами еще более облегченный вариант вот еще более вычищенный для того чтобы можно было более эффективно использовать те возможности которые предлагают на microsoft в оптимизации года ну и следующий шаг это наносервер в чем его отличие наносервер это по сути ядро операционной системы вокруг которого строится функционал то есть вот если вам кора сервер предоставляет как готовое решение и вы либо его используете либо нет вы не можете его внутри поменять у вас нет возможности определить набор компонент у вас все равно это какой-то готовый код то наносервер это ядро вокруг которого все выстраивается то есть изначально установки как таковой наносервера нету вы формируете ну по сути свой дистрибутив используя но пока на настоящий момент это powershell используя скрипты вот не знаю что будет в будущем возможно вполне допускаю что будет какой-нибудь графический инструмент для того чтобы формировать наносервер но пока это именно таким образом осуществляется при этом серверные роли компоненты это по сути приложение которое вы просто ставите то есть вы сами определяете из каких кубиков из каких кирпичиков будет состоять ваш сервер то есть если вам допустим нужен исключительно dns сервер ну вот я просто возьму пример то нет никакой необходимости помимо функционала сервиса dns что-либо на сервере еще иметь то есть ядро системы и dns сервис все остальное не нужно или к примеру функционал файлового сервера или функционал hyperv то есть как среда среды виртуализации но в этой части можно тоже аналогию такую привести кто знаком с виртуализации в январе то знает что у них есть гипервизор не секса в котором ну выкинуто абсолютно все из дистрибутивы linux полностью переработана и ничего кроме виртуализации там нет лишнего функционала вообще нет дистрибутив маленький ставится очень быстро вот в данном случае hyperv это вот сервис тот функционал который позволяет реализовать виртуальную среду плюс само ядро операционной системы при этом вы можете это реализовать кластере без кластеров то есть это вот близко по идеологии по тому что есть в в мари в принципе вплоть до того что это можно устанавливать ну как я думаю потом впоследствии на флешку то есть тоже без дисковой станции собирать все это в маленькие образы они действительно и по ресурсам и по потреблению ресурсов и по объему хранимой информации намного более компактные перечень либо список сервисов которые ролей которые работают он небольшой пока ну собственно вот они перечислены это из веб-сервер dns это скиллаут файл сервер то есть файловые ресурсы ну и hyperv то есть попросту говоря для допустим той же самой виртуальной среды вполне достаточно чтобы реализовать у вас инфраструктуру там виртуализации тоже скиллаут файл сервер как хранилище для ваших виртуальных машин hyperv хосты которые имеют минимальный объем потребления ресурсов минимальный код но здесь приведены оценочные цифры внизу по поводу того что насколько уменьшили размер дистрибутива сколько он насколько он меньше стал вот насколько меньше по обновлениям эта цифра взята с microsoft и поэтому за достоверность цифр опять же ну то есть не ну я не знаю как они это считали вот но исходя из того что я конфигурировал я настраивал действительно образ крайне маленький объем памяти который нужно этой виртуальной машине с запуском наносервера но он просто смешной там буквально десятки мегабайт сколько нужно на диске хранится очень маленький объем то есть это очень вылизанная маленькая виртуальная машина либо отдельно стоящая физическая машина это не обязательно виртуальная машина вот который имеет минимальный код при этом никаких проблем с поддержкой драйверов там нет драйвера тоже можно инжектировать по мере необходимости то есть сколько надо есть агенты для ассистом центра и мы и оперейший менеджер то здесь все тоже интегрируется вот но связано это с тем что управлять таким сервером ну достаточно сложно вот начну с того что привычной консоли привычного для нас с вами входа на сервер интерактивного входа на сервер здесь нет вообще если вот сервер core есть хотя бы командная строка куда вы можете зайти залогинившись на сервере то здесь такой возможности тоже нет там нету интерактивной консоли если вы не можете просто взять открыть зайти и начать работать командной строки там нет все что там есть это удаленное управление удаленное управление используя сервер-менеджер удаленное управление используя hypervi-менеджер ну соответственно если у нас конечно речь идет о виртуализации hypervi вот fill over cluster мэнджер напомню мы можем поставить hypervi компоненту и компоненту feel over Кластеринг для того, чтобы объединить все это в кластер. И управлять мы можем, естественно, через этот инструмент. PowerShell. Но PowerShell дистанционный. То есть вы, опять же, командной строки там у вас непосредственно нет, все это делается дистанционно. Ну и инструмент удаленного управления. Promote Server Management Tools. Теперь несколько слов. Ну, я надеюсь, я просто предупреждаю вопросы. Понимая, что эта тема очень интересная, она новая. Нано-сервер вообще для Microsoft в данном случае в рамках 2016 сервера. Это действительно очень интересная вещь. Я надеюсь, что в последующем будет уже, наверное, более такая практическая демонстрация возможностей конфигурирования. Я покажу, как это сконфигурировать, настроить, запустить в рамках виртуальной машины. Там DNS-компоненты. Ну, в будущем, я думаю, мы соберемся еще раз и все это проделаем. Я покажу, как это работает. Несколько моментов, посвященных работе с кластерами. Значит, что нового там есть. Первое, то, что, опять же, очень удобно стало и что, в принципе, отличает от предыдущих редакций, это обновление кластеров. Вы можете теперь без проблем осуществлять процедуру апгрейда. Вот чем, к сожалению, страдали предыдущие реализации кластерных решений от Microsoft? Тем, что для того, чтобы перейти на более новую версию кластера, вам необходимо было построить параллельно кластер. Потому как нельзя было свести в один кластер разные версии продуктов. Там очень много было ограничений, связанных с этим. Не то, что разные версии, там и редакции, там много чего было. И всегда была головная боль, как перетащить вот этот пласт сервисов, прежде всего, тех же самых виртуальных машин, в новую инфраструктуру. Естественно, при этом хотелось бы, чтобы ничего не останавливало, все это работало, и простое никакого не было. Сейчас, в принципе, проблем с этим нет. Вы можете операционную систему обновлять. Кластер, реализованный на 16-й платформе, позволяет объединять машины разных поколений. Для более гладкого, более такого плавного перехода без каких-либо проблем. Появилась технология Storage Replica. Технология очень интересная. Суть ее заключается в том, что вам дают функционал, по организации, синхронного копирования того хранилища, которым вы сейчас пользуетесь, управляете в рамках кластера, на какое-то запасное резервное хранилище. Так называемый катастрофа устойчивого сценария. То есть у вас запасная площадка, запасный дата-центр, вы туда реплицируете ваши данные. Это тоже новая возможность. Cloud Witness. То есть у вас свидетель может быть в облаке. Для кого-то это может быть не актуально, кто облаками вообще не пользуется и не планирует пользоваться. Но такая возможность есть. Microsoft ее заявляет. И сказать об этом, конечно, надо. И последнее. Хотя, конечно, сразу скажу, по кластерам там очень много всего интересного. Но, опять же, на всем остановиться не получится, обо всем рассказать не получится. Последнее – это Multi-Domain Clusters, ворк-группа. Я напомню, что реализации кластера в Microsoft, они возможны в рамках домена. Ну и, как следствие, тоже связаны с этим ограничением. Я уж не говорю про мультидоменные реализации. В 16 сервере теперь такая возможность появляется. То есть вы можете это сделать в рамках рабочей группы, в рамках многодоменных решений. То есть, допустим, когда у вас стоит этап какого-то перехода, может быть, в другую структуру. Вы не имеете таких жестких ограничений. Немножко более подробно на нововведениях Hyper-V, какие появляются. В Hyper-V очень много всего интересного, очень много всего нового. Ну вот, давайте посмотрим. Это Nested Virtualization, Shared VHDX, ну и остановимся на этом поподробнее. Что такое Nested Virtualization? Я напомню, что, ну, опять же, кто вот знаком, допустим, с теми же решениями в МВ, знает, что у VMware есть возможность запустить в рамках платформы виртуализации операционную систему, гостевую операционную систему, которая сама будет являться, в свою очередь, платформой виртуализации. То есть виртуализацию внутри виртуализации. В Microsoft такого функционала до последнего момента не было. Мы не могли взять сервер Hyper-V, создать виртуальную машину в рамках сервера Hyper-V, куда поставить и тоже Windows, и на этом Windows запустить Hyper-V. Такой возможности не было. Что, конечно, существенно снижало применимость этой технологии в изучении, в образовательной части, в работе с продуктом, апробации каких-то, проверки каких-то технологий. Требовало наличие большого парка машин, для того, чтобы можно было там что-то изучить. Тот же кластер, допустим, построить. Вам для кластера, ну, минимум два сервера нужно, иначе просто это теряет элементарно смысл. Как следствие, вам два сервера железных надо. Не у всех эта возможность была. В МВаре это все проще решалось. Сразу скажу, что в МВаре, что в Майкрософте эта технология Nested Virtualization не рассматривается как продакшн-сценарий. Никто не планирует и не думает, что будет эксплуатироваться в реальной среде виртуализация внутри виртуализации, потому что вложенная виртуализация, то есть когда гипервизор внутри гипервизора работает, а внутри него еще виртуальные машины, понятно, что за счет накладных расходов, которые появляются, ни о какой производительности, ну, там сложно что-либо говорить, потому что очень много всяких нужно учитывать моментов. Плюс пока у Майкрософта в обложенной виртуализации есть ряд ограничений, ну, по крайней мере, в любом случае поезд сдвинулся, и мы получили возможность запускать Hyper-V внутри Hyper-V. для того, чтобы, ну, хотя бы изучить нашу операционную систему. Кстати, в Windows 10, у кого Windows 10 стоит, допустим, дома, такая возможность тоже присутствует. Единственное, убедитесь, что вы обновились, и у вас последние обновления стоят для вашей Windows 10, потому что Hyper-V там такой же, вот, ну, естественно, с учетом ограничений, связанных с несерверными задачами, ну, по крайней мере, вложенная виртуализация там работает. Следующее – это Shared HDX диск и изменения, которые связаны с этим. Я напомню, что в 12-м сервере у нас в рамках нашего совместного использования дисков появляется то, что называется общий диск, HD диск. Для того, чтобы организовать, допустим, в рамках гостевых операционных систем кластерные структуры, для того, чтобы можно было использовать совместный диск, не пробрасывая внутрь виртуальных машин, допустим, тот же iSCSI устройство, лоуны напрямую, для того, чтобы, ну, отчасти даже, может быть, скрыть внешнюю структуру систем хранения, не предоставляя виртуальным машинам информацию о том, что творится снаружи, то есть полностью локализовать в рамках сервера. Для этого в 12-м R2 сервере появляется общий VHDX диск. Но он имел ряд ограничений, и эти ограничения, ну, что вполне логично, с новой версии потихонечку уходят. Во-первых, появилась возможность резервного копирования содержимого этого VHDX диска. Появилась возможность онлайного изменения размера, чего раньше не было. Чуть визуально более удобной стала работа с ним. Ну, к примеру, то, что в визарде появился, вот, как я здесь специальный скриншот сделал, появился прям диск, который так и называется, Shared Drive. Раньше это был просто диск, который вы добавляли и говорили использовать сам место. Ну, и для этого диска появился новое расширение. Вот. Раньше он назывался VHDX, а сейчас вот таким вот образом. VHD Set, вот он, для новых систем. Конечно, с точки зрения там каких-то вещей, таких как скорость, там, какого-то дополнительного функционала, здесь нельзя сказать, что что-то появилось выдающееся, новое. Нет. Ничего такого с точки зрения вот именно фундаментальных изменений нет. Ряд улучшений, которые, ну, позволяют все это сделать более удобным, более привлекательным. И так далее. Следующая, вот это тоже очень хорошая новость, то, что появляется в новом сервере, это так называемый production checkpoints, или же промышленный снапшот. Ну, можно снапшотами, кто как привык, называйте. Чекпоинты, снапшоты. Вот, официально, конечно, все это называется checkpoints, но по старинке можно называть и снапшот. В чем суть production checkpoints, чего раньше не было? Вот, появляется вот такой функционал при настройке, при вызове конфигурации виртуальной машины. Вот, можно увидеть вот появление такого вот параметра, как production checkpoints. Остался по-прежнему старый вариант checkpoints, то есть ничего в этом плане не поменялось, можно использовать стандартный вариант, можно использовать production checkpoints. Суть его заключается в том, что как только вы вызываете процедуру создания checkpoints, ну, или снапшота, то средствами интеграционных компонентов, которые установлены в виртуальной машине, вызываются внутренние механизмы бэкапа, то есть, по сути, обращаются к технологиям ВСС внутри виртуальной машины, то есть из гостевой системы, когда вы это нажимаете, запускается то, что, ну, по большому счету происходит у вас, когда вы запускаете бэкап самой операционной системы гостевой, средствами этой гостевой системы, только инициация теперь идет снаружи. Вам нет необходимости, другими словами, запускать классический, привычный для вас бэкап внутри виртуальной машины. Это можно сделать снаружи. Когда вы создаете этот checkpoint, вызываются процедуры для того, чтобы обеспечить консистентный бэкап файловой системы, для того, чтобы у вас все то, что сохраняется, все то, что происходит с точки зрения обмена в процессе ввода-вывода на уровне файловой системы, было целостное, никаких проблем с файловой системой у вас не возникло, вот, вы можете использовать этот вариант снапшотов. Ну, я надеюсь, конечно, время покажет, практика покажет, я надеюсь, что с этого момента проблем основных уже таких, ну, кто пользуется чекпоинтами, он знает о них, проблем с использованием чекпоинтов у нас уже не будет, потому как целостность данных будет контролироваться, еще раз подчеркиваю, средствами самой гостевой операционной системы, то есть будет обращение к функционалу именно гостевой операционной системы, то есть то, что у вас там как бэкап работает. Следующая, очень тоже полезная вещь, наряду с промышленными чекпоинтами, это PowerShell Direct. У вас, ну, представьте ситуацию, у вас большое количество виртуальных машин. Вам необходимо каким-то образом, ну, обеспечить, предоставить возможность по управлению этими виртуальными машинами. Для того, чтобы что-то сделать в виртуальной машине, у нас вариантов на самом деле, ну, немного. Либо вы интерактивно заходите на эту виртуальную машину и что-то там делаете, но для этого вам необходимо иметь, соответственно, полномочия, логиниться, все это осуществлять. Либо каким-то дистанционным инструментом, ну, к примеру, по сети, выполнять, используя тот же самый PowerShell, какие-то удаленные команды. Ну, то есть, допустим, сессию создаете, PS Session, с вами PowerShell, запускаете дистанционно какие-то там действия и выполняете. В 16-м сервере появляется очень интересный механизм, который скрывается вот под этими терминами, суть которого следующая. Не обязательно в рамках виртуальной машины иметь настроенную сеть. Достаточно иметь полномочия в рамках этой виртуальной машины для того, чтобы инициировать запуск любой задачи. Ну и, собственно, я здесь вот как раз скриншот тоже сделал со своего лабораторного стенда для того, чтобы вам показать. Ну, как раз инициируется задача для того, чтобы показать вам, допустим, запущенный процесс Notepad. Процесс запущен внутри виртуальной машины. При этом мне нет необходимости не знать IP-адрес этой виртуальной машины. У нее вообще может не быть никакого IP-адреса, и у нее вообще может не быть сети. То есть, насколько это удобно становится. У вас у виртуальных машин могут быть разные адресные пространства. Они могут находиться в разных виланах. И в некоторых случаях вы ну, никаким образом к этой виртуальной машине подключиться не можете по сети. Никаких стандартных механизмов нет. Тем не менее, возможность запуска команд внутри этой машины у вас все равно есть. Теперь есть. И называется это PowerShell Direct. Вам достаточно указать машину. Вот она, VMName. То есть, вы выполняете команду. Вот я специально это делаю. Обращаясь не к машине по IP-адресу или по сети. Обращаясь к машине как к объекту виртуализации. Выполняется там некая команда, некий скриптовой блок. Понятное дело, что скриптовой блок может быть разным. Ну, к примеру, другая распространенная задача. Вам нужно в виртуальных машинах сконфигурировать IP-адреса. Это можно сделать вот таким вот образом теперь дистанционно. И сколько бы там машин не было, какие бы задачи перед вами не стояли, функционал PowerShell'а с каждым днем он все больше и больше и больше. Возможности у него, конечно, сейчас, на сегодняшний момент, потрясают. Просто вы можете выполнять в отношении этой машины любые административные действия, что-то запускать, выключать, ну, все, что хотите. Инценировать какие-то процессы. Еще раз обращаю внимание, здесь нет необходимости знать IP-адрес, подключаться по сети, потому как в основе лежит использование шины VM-бас. Через нее все это работает. Для кого-то может быть это нововведение, как горячее добавление, удаление сетевых адаптеров долгожданное явление. Для кого-то может быть, ну, есть и есть, я все равно этим не пользуюсь, но тем не менее. В Microsoft в 16 сервере уже официально объявлено, хотя технология добавления адаптеров, надо честно признать, она, ну, задолго до 16 сервера в Microsoft, естественно, официально ее не было, но она рассматривалась, и возможности по ее реализации у нее были. Просто это все работало не совсем стабильно и не совсем хорошо, то есть не могли они гарантировать нормальную работу, но в 16 сервере они пришли к тому, что официально объявили возможность горячего добавления и удаления сетевых устройств. Вот. Я специально вот запустил машину, она у меня работает, ну, и тоже скриншот сделал. Я должен вам показать вам, что вот сетевой адаптер, возможность добавить его есть. Остальные устройства не добавляются. Вот. По-прежнему можно добавить диски, ну, собственно, это было и раньше возможно сделать, вот, а сетевой адаптера не добавляется. Ну, еще раз подчеркиваю, для кого-то это может быть не настолько горячая такая новость, хорошая, для кого-то это может быть интересно. Еще одно нововведение, которое появляется с новым сервером, это изменение формата конфигурационного файла. Опять же, возможно, не все, ну, столкнулись с этой проблемой, ощутили эту проблему, но использование формата XML, ну, по сути, это текстовый формат, текстовый файл, структура XML, который хранится на вашей файловой системе. Так вот, этот формат, он, ну, к сожалению, не всегда удобен, особенно в ситуации, когда у вас большое количество виртуальных машин, большие хранилища, список этих виртуальных машин исчисляется не сотнями, а тысячами, а может и десятками тысяч, вот, а работа с этими файлами, она для хранилища становится достаточно сложным, плюс у него, ну, так как это структура, обычный, еще раз подчеркиваю, текстовый файл, по сути, структура XML, у него есть вопросы, связанные с целостностью этих данных, ну, и Microsoft приняла решение о переходе на новый формат хранения конфигурационной информации, а именно бинарная структура. Вот, и теперь у нас файл конфигурации будет иметь расширение VMCX, Virtual Machine Configuration, вот, вместо XML. Это не значит, что XML теперь не будет вообще, и сервер не сможет с ним работать. Все по-прежнему есть, и он будет работать, вот, просто когда вы создаете новые машины, у вас будет возможность выбрать этот формат, ну, либо, если, опять же, обратно, совместимость, еще раз подчеркиваю, никуда это не делось, вас никто не заставит переходить на эту структуру, у вас может быть по-прежнему, там, 12 сервер использован, где XML является обязательным, вот, просто, по крайней мере, утверждается, что целостность этих файлов в случае, если, допустим, внезапно прекращают работу хранилища, какой-то аварийный случай, целостность этих файлов, она, ну, имеет более высокую вероятность того, что все останется без проблем, без изменений. Ну, и операции, связанные с работой с этими файлами, на уровне файловой системы, гораздо более быстрые. Ну, кто работал с текстовыми файлами, он знает, насколько там преувеличение объема этого текстового файла, с ним становится сложнее и сложнее работать. Вот такая вот еще вещь. Пара моментов, посвященных нововведениям в сетях. Ну, здесь, опять же, там очень много интересного. Я сконцентрировался на, опять же, возможно, для многих знакомых вещах, а именно DHCP и DNS. Напомню, в сетях там много всего. Тоже, может быть, будет как-нибудь встреча, мы об этом тоже поговорим, обсудим. Первое, на что хочу обратить внимание, это в DHCP не будет теперь, ну, для кого-то привычного, кто-то просто слышал, но не использовал, технологии защиты доступа к сети. Но только access protection в отношении DHCP сервера, который, собственно, был. Ну, вот мы даже, кто был на курсах, это все изучали с вами. Сейчас, ну, видимо, проанализировав ситуацию на рынке, проанализировав потребность в использовании этой технологии, Microsoft приняла решение, ну, поняла, собственно, что технология не очень востребована, она, наверное, не имеет популярности, и они просто такой функционал удаляют, вот, и больше такой поддержки не будет. Если кто-то качал релизы, там, вернее, варианты, там, четвертый, третий релизы, наверное, при установке DHCP, когда тестировали новый сервер, видели, что там нету даже таких закладок. По поводу DNS, появляются очень интересные возможности, ну, откровенно говоря, конечно, их хотелось бы получать намного раньше, но, тем не менее, получили тогда, когда получили. Вот. Появляется возможность использовать DNS-полисис, пока только в командной строке, к сожалению, опять же, будем надеяться, что когда выйдет сервер, ну, либо с обновлениями, как это очень часто бывает, сервис-паками, появляется графический функционал. Так вот, в DNS-сервере появляется возможность, обрабатывая запросы пользователя, выставлять логику обработки этих запросов. Ну, простой пример. Вот представьте себе, у вас на DNS-сервере два интерфейса. Ну, классический случай. Внутренняя сеть, внешняя сеть. Есть внешний IP-адрес, который принимает запросы от внешних пользователей и обрабатывает запросы по зоне, которую он обслуживает. Или внутренние пользователи, внутренние диапазоны IP-адресов, внутренние запросы. Так вот, теперь DNS-сервер может анализировать, откуда пришел запрос. И, исходя из настроенных политик, он может либо ответить, к примеру, используя рекурсивные технологии, обработать этот запрос, если этот запрос пришел из внутренней локальной сети, или не обработать этот запрос, к примеру, если этот запрос пришел снаружи, от внешнего пользователя. То есть ничего не делать. Там механизм, конечно, гораздо более хитро интересный, но, как и всегда, политики – это инструмент очень гибкий. Политики обрабатываются в первую очередь. Это первоочередное применение. И, согласно этих политик, прежде всего и обрабатываются запросы пользователей. Вот такая вот тоже интересная вещь есть. Ну и по поводу консоли. Что касается нововведений в Windows-консоли, для тех, кто, допустим, уже эксплуатирует Windows 10, я, наверное, ничего нового не скажу. Но, опять же, нововведение, которое появилось, оно, наверное, все-таки давно ожидалось. Надо было давно это сделать. Ну, во-первых, то, что у вас консоль может изменять свои размеры, используя классическое, даже с крышом специально сделал, используя классический, привычный для нас с вами механизм, зажали угол и растянули окно. Стандартное окно командной строки в 12-м сервере, ну и в более ранних редакциях, таким образом не раздвигается. Оно раздвигается до определенного предела, и все. Границы у него есть. Изначально заданы, и больше вы не растянете. Здесь же проблем с этим нет. Растянули вправо, растянули вниз. Для командной строки это очень удобно. Вроде бы мелочь, но действительно удобно. При этом возможности использования классических подходов, механизмов, способов копирования, копипейст, то, что привыкли, Ctrl-V, Ctrl-C и так далее, стандартные механизмы работы, они все теперь присутствуют, они все работают, вы можете спокойно им пользоваться, вставлять, изменять. Плюс консоль, которая сейчас реализована, она сохраняет историю ваших обращений, использования командной строки. И даже тогда, когда вы это окно закроете, то есть вы можете его открыть, потом открыть, соответственно закрыть, потом открыть, и у вас все равно будет в истории все то, что вы там набивали. То есть у вас не будет с этим никаких проблем. То есть удобство редактирования. Ну, про PowerShell здесь можно много говорить. Сама по себе, конечно, консоль стала визуально более удобной, более комфортной, подсветка идет, команд, ключей, каких-то значений, которые вы вводите. Ну, я, опять же, вот здесь специально сделал. Ну, те, кто с Windows 10 начали работать, это все уже видели. Ну, вот такое вот у нас с вами небольшое первоначальное знакомство с сервером. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!